Всем привет! С вами вновь Андрей Лофт и давайте что-нибудь поделаем в фотошопе. Сегодня с вами посмотрим designmail.ru игры. Мне совершенно случайно попалось две ссылочки на данную разработку. Первую мы сегодня разберем с вами это листинг неправильный, я вам сегодня расскажу какие тут ошибки. А вторая вообще просто отличная, шикарная, прям блестящая. Ее можно отнести в категорию прекрасный, шикарный дизайн. Если вам интересно, то следующий материал, либо же через один, мы разберем с вами совершенно другой листинг, опять же, который находится прямо здесь, в этой же вкладочке games.mail. Такое ощущение, что дело два разных дизайнера, потому что вот в одном мы сегодня будем разбирать есть ошибки, в другом прям все идеально сделано, прям шикарная разработка. Листинг. Вроде как достаточно простая тема, вот то, что мы перед собой видим, это такой сценарий, достаточно простой, такой средний минус проектирования у нас получается. Но какие что-то ошибки совершил дизайнер. Все проверяется вариантами, вариациями, знания, как работают логики информационные, ну и, соответственно, логика визуальная. В данном случае у нас есть картинка, которая нам презентует ту или иную новость. Давайте быстренько сразу перейдем в альтернативную рисовку и будем уже разбирать. Сравнение можно сразу быстренько посмотреть. В конце я вам покажу основной чит, который делался для таких разработок. Дизайнер берет, сразу делает такой контейнер, там, 960, ну, может быть, 1000 пикселей. Фактически он делает сразу устроенную версию. Она пойдет и для десктопных версий, ноутбучных, и для планшетов. Отлично. Это чит дизайнер применил. Но далее у нас есть сценарий. Он у нас всегда простой и несложный. Есть какая-то картинка, она быстро визуализирует суть какой-то новости. Есть заголовок, который разъясняет суть новости и все остальное. Мы сразу видим неправильную группировку. То есть у нас сценарий должен располагаться так, в реализации, по значимости. Картинка на первом месте, заголовок на втором, описание новости, все остальное на третьем. Далее, ну, вот это прям вообще, мне кажется, в 2022 году, хотя вполне возможно делалось в прошлом году разработка. Но вот эти вот смещенные акценты, не знаю, ну, когда дизайнеры от них откажутся, когда у нас киберспорт, это просто, даже не тег, это просто пояснение, на него нельзя нажать. Мы и так находимся в категории киберспорт. Везде мы заливаем, фактически выглядит это как кнопка синим цветом, пишем киберспорт. Может подумать, пользователь не понимает, что он уже находится в категории киберспорт, и ему это не требуется. Значит, мы не должны снимать с вами акцент основных двух блоков сценария, именно картинка и заголовок. Если это знать, а этот дизайнер просто должен знать, он сразу приходит к другому расположению информации и непосредственно к другим акцентам. Картинка на первом месте, дальше у нас заголовок на втором месте и только все остальное у нас на третьем, на четвертом. Если дизайнер хочет использовать какие-то табы, вот эти прямоугольники со скруглениями, он должен решить в единой дизайн-системе, как у него визуально отличается один блок от другого. Например, кнопки, с которыми пользователь может производиться, будут иметь 100% скругление. А допустим, какие-то пояснения, теги, фильтры должны иметь другие типы скругления. Предположим, просто пояснения имеют скругление 6 пикселей, а если можно произомодействовать, это какой-то фильтр, то пусть это будет 12 пикселей. Визуально должны отличаться, то есть у нас получается такой эксклюзив по восприятию. Вот как только дизайнер это просто во главе прошел, это не относится к реализации, он это сразу будет применять. И в сравнении это сразу видно, что вот эти вот синие пятна, эти залитые кнопки первого порядка, они смещают акцент. Вместо того, чтобы человек смотрел картинки, читал заголовки, картинки, читал заголовки, человеку в данном случае, так или иначе, в сознании приходится убирать смещенный акцент, синее это пятно, и уже дальше через призму этого смещенного акцента воспринимать информацию. Далее, раз мы выставили с вами заголовок, заголовок должен быть в хорошем размере, он взаимодействует с контентом, то есть контент заголовок, заголовок контент. Здесь тоже такое простое правило, это выбор размера шрифта. Шрифт, безусловно, тут будет информационный гротеск, то есть зауженные у нас буквы, буковка О стремится к эллипсу, ну вот у меня интер, у мейла там робота, братья, близнецы и шрифты. Верхняя граница современного хорошего информационного портала 22 пикселя, просто легко запомнить, если мы даем плюс начертания 7 болт, то мы получаем хороший заголовок. Можно, конечно, делать 20, 18, но жертву размера мы напрямую жертвуем восприятием как раз заголовка и взаимодействием с контентом. Внизу я вам далее покажу чит, как можно вот такие встроенные контейнеры, это хороший такой момент, как можно еще усилить. Выставляем 22, от этого уже начинаем проектировать, от этого начинаем строить. Следующие текстовые блоки сценария информационных, они как раз идут уже по нисходящей. Есть у нас какие-то табы, здесь прям ставим, можем классическую 16 пикселей поставить, вот он уровень, то есть это не основной текст, это не является заголовком, это уже какие-то пояснительные блоки. Есть у нас табы, здесь какой-нибудь синий, опять же каркасный блок, если мы хотим выглядеть, это должен быть каркас, не должно быть смещенного акцента яркого залитого цвета. Рядом можем поставить новость. Появляется свойство цвет серый, отличное от того, что использовал дизайнер до этого. Затем вопрос, а зачем мы здесь используем серый цвет? Если мы уже нашли хорошее отношение размеров между заголовком и поясняющей информацией, в данном случае размером текста, нам не требуется понижать контраст. Если размер уменьшается и мы пытаемся этот контраст дернуть, то есть еще ниже поставить соотношение цвета верхнего к фоновому, задаем вопрос, что это улучшит. Если у нас и так уже хорошее подобранное соотношение размеров, мы просто оставляем в том же самом цвете, фактически деликатно выставляя под акцент. То есть новость, киберспорт, визуально отличаются, можем сгруппировать, пока серый даже близко не появляется. И в нашем сценарии, то есть это мы, если определили, что это третий пункт сценария, у нас визуально оставляющая новости, информационная, за которую отвечает заголовок. И дальше пояснение у нас есть, что это киберспорт и это новость. Может быть разные, например, здесь теги описания. Появляется четвертый этап сценария, сгруппированный. У нас есть, когда все это у нас опубликовалось, у нас автор есть и непосредственно сколько комментариев должно находиться. Что делает дизайнер здесь, в этом листинге? То есть он берет и еще понижает размер текста. То есть видите, у него правило заголовок. У него есть фактически основной текст и пониженный текст. Он начинает еще ниже ставить размер и к этому размеру, то есть уже пониженному, уже тут 13 пикселей, он еще понижает контраст к фону. Ну вроде как дизайнер мыслит, я пытаюсь выставить дополнительный под акцент на заголовке, но при этом он ухудшает напрямую, мало того, что он размер уменьшает, он еще восприятие пониженного кегеля еще контрастом снимает. Все это идет как раз от первого правила, от заголовка. Если первый пункт неправильно выставлен, то и все остальные по умолчанию потянутся в неправильную сторону. Если мы уменьшили до 14 пикселей, то есть вы видите здесь 22, здесь 16, здесь шаг уже минус 24. 14 и в том же самом черном цвете, но такой немножко высветленный, то есть это черный цвет не 100%, мы чуть-чуть его вверх дернули, чтобы получить опять же такую стилистическую эстетику, высветленный черный на белом фоне. Все, мы получили хорошее соотношение в размерах и нам уже не требуется использовать контраст. У нас есть заголовок, он эксклюзивно по размеру плюс жирнота, у нас на чертане регулера есть фактически поясняющая информация и пониженный кегель в том же самом цвете, но с одинаковыми отступами. То есть здесь моноотступы, здесь все, изгруппировали. Жертвовать контрастом в мелком кегеле, в маленьком размере текста это ошибка, то есть это не просто можно рассматривать как стилистику, это ошибка, которая напрямую влияет на восприятие информации. Каким причинам здесь дизайнер этим руководствовался? Вот это мне было бы интересно послушать. Какие были варианты и вариации нарисованы в процессе, когда вот этот простейший листик рисуется за 10 минут? Почему был смещенный акцент? Почему низкий кегель с серым цветом? И почему у нас недостаточный размер заголовка и он не сгруппирован с картинкой? Вот казалось бы, отдельно этот прямоугольничек простейшая разработка. По-хорошему дизайнер, который занимается таким проектированием, это такой средний минус или там он занимается уже средними проектами по проектированию, либо сложными. Он так делать никогда не будет, потому что его основная первая задача разобраться в сценариях, выставить правильную типографическую систему и дальше сгруппировать одни блоки с другими. Сразу перейдем к моменту с читом. Если мы взяли стройный контейнер, единственная возможность сделать так, чтобы этот стройный контейнер выглядел более интересно и помпезно на всех этих стройных версиях, десктопной версии, ноутбучной, мобильной, это увеличить картинку. Не горизонтально, мы же не хотим выходить за узкий контейнер, а вертикально. Ну да, у нас где-то здесь по краям картинки обрежутся, безусловно. Видите, вот можем смотреть, например, OG здесь у нас и вот здесь картинка. Но с другой стороны мы увеличиваем площадь прямоугольника и выставляем дополнительный подакцент на центральную сюжетную часть изображения. И такая плотность картинки начинает, опять же, лучше взаимодействовать с заголовком и общий узкий контейнер начинается шориться. Потому что, ну опять же, мы живем в 2022 году вроде Full HD разработки, да, там с перестроением, с адаптивом. Но если дизайнер делает Full HD разработки, он должен либо принцип адаптив закладывать, либо там кастомные фреймы рисовать для верстачки для разработки. А здесь сразу узкий контейнер взяли, он на трех устройствах появится. Дизайнер, если этот чит использует, он и второй должен использовать. То есть это поиск правильного ширины и высоты непосредственно контента. И в сравнении, то есть если мы смотрим такой листинг, вроде как с правильными соотношениями, да, у нас такой 16 на 9. И такой листинг, который уже начинает обыгрывать узкий контейнер и мобильную такую уже разработку тяготеющую. Это решение в глазах пользователя выиграет, потому что здесь стоит дополнительный подакцент на контенте. И вот это решение мы смотрим сначала по сценарию, картинка, заголовок, дальше у нас идут пояснительные блоки и сгруппированный низкий кегель с сохранением контраста. Где у нас есть дата, у нас есть количество комментариев и автор. По поводу комментариев. Все то же самое относится, это те же смещенные акценты. Если мы ставим иконку, то она не должна быть залитым свойством цвета, она должна быть контурная, каркасная. И именно для того, чтобы не снимать акцент с основной первых двух частей нашего сценария, картинка и текст. Любая плотность, которую дизайнер добавляет со свойством цвет, она по факту снимает акцент вот с этих двух вещей. Мы не должны с них снимать, потому что, ну что, в листинге в коммерческих магазинах, e-commerce, человек смотрит картинки, смотрит цены, так и здесь, ну и скидки соответственно, так и здесь. Смотрим картинки, читаем заголовки, это основное, как бы, начало треугольника, освоение информации, информационных проектов. Снимая отсюда акценты, дизайнер как бы показывает, либо он не прошел это, поленился этот этап интеллектуальный, либо же ему кто-то сказал неправильно, он это делает. Вот эти два пункта надо оберегать, акценты. Картинка и заголовок, картинка и заголовок. Вот мы смотрим только картинки и заголовки. На начало пути белый фон, гротеск, картинка, здесь все правильно сделано. Видите, у нас карточная система применена, то есть с отступами. Осталось только в мелочах разобраться. На этом-то и есть суть отличия дизайнеров. Вроде как на глобальных этапах белый фон, гротеск, нейтраль, картинка, группировка, ну несложно разобраться. Далее мелочи. Вот эти мелочи будут отличать одного дизайнера в первом подходе от другого. Тут нужно просто все знать. Давайте подытожим. Картинка и заголовок являются основной частью любого информационного сценария, информационного проекта. Уже там средней силы проектирования, либо среднего минус. Все начинается от выставления либо же текстового блока основного, от него мы делаем увеличенный. Либо в данном случае, если мы ставим заголовок картинки, мы выставляем заголовок 22 плюс одно начертание 7 болт. И уже от этого выставляем пониженный кегель и сгруппированный уменьшенный. Если мы с вами начинаем размер текста уменьшать, если мы изначально нашли правильное соотношение размеров, нам не нужно жертвовать контрастом. Серый цвет может не появиться при слове, что мы правильное соотношение нашли. А если дизайнер неправильно нашел, он тогда может использовать серый цвет. То есть он еще сильнее убивает восприятие низкого размера. А так мы оставляем все в едином правиле. Идет группировка, она там правильно, конечно же, сделана. Собственно, у нас отступы меньше между блоками, значит блоки сгруппированы. Чуть отступ больше, значит они сгруппированы отдельно и отходят от нижнего блока. И если мы используем эту читерскую встроенную версию, а она прекрасна и шикарна, особенно для проектов, где стоит ограниченное количество времени на разработку, чтобы сразу все это потом отдать верстальщику. Понятное дело, что мобилка отдельно рисуется, надо под чит знать, это мы увеличим просто размер изображения, чтобы он лучше начинал взаимодействовать с заголовком. Вот и все. Даже на примере несложного сценария можно всегда пройти день интеллектуальной деятельности дизайнера, понять, где он что сделал не так, где он сместил акценты, где у него по пространству, может быть, есть какие-то там замечания, хотя тут по пространству сделано хорошо. И это все можно улучшить. И это мы посмотрели только один листинг, потому что есть и второй, где он, по-моему, очень классно сделан. Там скорее не листинг, там карточек товара, который внутри содержит в себе листинг. Там прям все классно сделано. Там вот этих ошибок нет, вообще ни одной. И Кабот делал два разных дизайнера, две разные команды в Mail.ru. Независимо от того, кто делает дизайн, какая студия, какое имя, какой бренд, это ни в коем случае не означает, что дизайнер не может совершить ошибки. Дизайн – это результат деятельности, прежде всего, и день интеллектуальный. Если дизайнер это не прошел, либо же забыл пройти, он неизбежно будет совершать ошибки. Если все это знать, а весь дизайн – это акценты и пространство, то нужно делать интерфейс именно для пользователя, пользовательские, а не дизайнерские, где у нас везде цвет, везде стили, везде какие-то тени, все яркое, пестрое, со смещенными акцентами, там, зауженными отступами. Это все, конечно, в 2022 году нужно быстренько уходить от этого. Ну, надеюсь, что ролик вам был интересен для дизайнеров, которые этим занимаются. Они очень быстренько все это прошли, сами считали решение, которое нужно было дожать, представили, какие вот эти вот моменты можно сделать лучше. Ну и, конечно, надеюсь, что чит в встроенном контейнере вам поможет. Всегда ищите увеличенную картинку вертикаль. Делать ее чуть больше, да, вы вроде как кадрируете, но при этом под акцент стоит на контенте. А на сегодня это все. С вами Андрей Лов. Всем пока.